Окей, бурные аплодисменты. Они становятся сложнее, и те пайплайны, процессы, которые были, они начинают становиться не очень работоспособными. Здесь интересно, что эти процессы начались независимо сразу в нескольких разных командах, поэтому, наверное, можно сказать, что у нас собрался такой комитет, и этим комитетом мы решили запустить серию докладов. Ну и, не знаю, короткая спичка выплыла у меня, поэтому пилотную серию этого сериала докладов вам расскажу я. Собственно, в этой серии будет две сюжетные арки. Первая арка будет рассматриваться к тому, как выглядят процессы сбора и обработки данных сейчас на примере команды FACENTIS POOFING, какие в этих подходах есть проблемы и как может выглядеть решение этих проблем. Вместе с тем мы все знаем, что в ниде отсутствуют волшебники на глубоких вертолетах, которые могут решить за нас все проблемы, и все проблемы приходится нам решать самим. Ну и, собственно, чтобы решать проблемы, в первую очередь нужно посмотреть, как эти проблемы решают коллеги с другим опытом в других компаниях, то есть изучить какой-то материал. И, сделав этот шаг, мы быстро поняли, что он не так прост. Дело в том, что в мире дата инженеринга, и, как бы, очевидно, что именно в этой области лежат ответы на наши вопросы, есть свой глоссарий, свои концепции, понятия, с которыми как люди из мира девелопа в ниде, так и люди из мира ресерча, скорее всего, слабо знакомы. То есть это такая довольно особенная область. Ну и наш вот этот сериал во многом предполагается как некая попытка ликбеза по этой области. И, собственно, вторая часть моего доклада, вторая сюжетная арка, пилотная серия, будет как бы прелюдией к этому ликбезу. И построю эту прелюдию я вокруг концепции, вокруг которой часто строят какие-то образовательные программы по дата инженерингу. Это концепция корпоративного хранилища данных, или по-английски ДВХ. Окей, давайте начнем. Начнем с предыстории. Раз мы говорим про команду FaceAnti-Спуфинг, именно на ее примере мы хотим узнать, что же за история с данными, то давайте выясним, что команда лицевого анти-Спуфинга начала свою работу примерно летом 2019 года. И очень быстро стало понятно, что для того, чтобы достичь продуктового качества наших моделей, необходимы довольно обширные процессы по сбору данных для обучения и тестирования наших моделей. На этом слайде можно видеть табличку из довольно свежего обзора по тому, каким способом, в принципе, решают с помощью деперлинга задачи лицевого анти-Спуфинга. И в том числе там есть таблица с условно открытыми дата-сетами. Здесь можно обратить внимание на колонку Subject. Она описывает количество уникальных лиц, которые задействованы в сборе баз. Ну и можно видеть, что на самом деле это обычно десятки лиц, в лучшем случае сотни лиц. И еще есть один дата-сет селебаз-Спуф. Он сильно выбивается, в нем более 10 тысяч лиц. Но здесь нужно говориться, что этот дата-сет довольно особенный в плохом смысле. Дело в том, что данные там собраны довольно особенным образом. И это дает этому дата-сету так называемый очень большой доменный сдвиг. И если вкратце, то обучение на этом дата-сете дает модели с очень низко обращающей способностью, несмотря на количество данных. Вообще идея этого дата-сета была в том, чтобы предоставить просто действительно большой дата-сет, пусть и немножко странных данных, и дать какой-то толщок в области мета-обучения, какого-то сами супервайс-обучения, то есть каких-то подходов в диплёрнинге, которые используют большое количество слаборазмеченных или еще каких-то особенных данных, и вывозят за счет того, что их много, используя при этом еще и небольшое количество каких-то целевых данных. Цитируемость, собственно, этого дата-сета очень низкая, что говорит о том, что, в общем-то, это не очень зашло. Поэтому по-прежнему мы имеем десятки, в большом случае сотни лиц, что, конечно же, очень мало. Ну и нужно сказать, что на самом деле большая часть этих дата-сетов, почти все, они распространяются по лицензии, которые не подразумевают возможность использования их в коммерческих целях. Таким образом, перед нашей командой, в общем-то, никогда не стоял вопрос необходимости сбора данных. Было понятно, что делать это абсолютно необходимо. Давайте посмотрим, с чего мы начали процессы по сбору данных. В общем-то, у нас было небольшое количество источников. В основном это каудсорсинговая платформа Яндекс.Толока. и люди, которые работают по договору подряда и выполняют любые задания, которые мы им скажем прямо у нас в Петербурге. Вот, соответственно, сам процесс выглядел так, что менеджер из группы сбора и обработки данных, руководитель проектов, работал напрямую с источниками, заводил задачи на Яндекс.Толоке. Наши наемники проверяли эти задачи. Через какое-то время мы начали их снабжать какими-то устройствами для сбора сложных типов атак, которые сложно собирать с просторственной платформы. И, собственно, таким образом менеджер работал непосредственно с источниками данных. Затем, когда данные собрались, он брал эти данные и размещал их в некоем холодном хранилище. Соблюдал какую-то заранее устно оговоренную структуру файлов и папок, чтобы в свою очередь ответственный человек, человек, ответственный за процессы обработки данных из уже научной команды, мог взять эти данные, найти свободный сервер, запустить там Docker-контейнер и запустить какой-то код, который преобразует холодные данные в то, на чем непосредственно можно запускать пайплайны по обучению моделей. Таким образом, этот процесс контролировался полностью руками. Главный плюс такого подхода – это его простота. Собственно, он не требует никаких предварительных подготовлений, никакого дополнительного программного обеспечения. Все очень просто и понятно. Основная сложность в том, чтобы разобраться с источниками данных, но понятно, что этого в любом случае не избежать. Из простоты этого подхода следует его гибкость. Мы почти бесплатно всегда могли изменить правила, любые правила, протоколы сбора, удалить какие-то грязные данные руками и так далее. И на этапе, когда исследование только начинается, когда условия очень быстро меняются, мы понимаем, что у нас основной сценарий какой-то не такой, как мы думали изначально, больше понимаем, какие именно данные нужны, сколько. В общем, когда требования к данным только устаканиваются, преимущество гибкости, которое является следствием простоты процесса, является на самом деле очень ценным. Ну, собственно, таким образом мы жили какое-то довольно немаленькое время. По дороге мы много чем занимались, оптимизировали какие-то шаги этого процесса, автоматизировали какие-то процессы, но тем не менее глобально, идеологически это все равно был процесс, который контролируется полностью вручную, обычно двумя линиями, менеджером по сбору данных и инженером из научной команды. Однако за это время много чего изменилось. У нас добавились новые источники. Это наша веб-демо, которую я показывал на демо-дне, какие-то дополнительные подрядные организации, которые выполняют сбор данных по ОТЗ, стриминг с каких-то камер, например, которые расположены на нашем объекте, и мы нанимаем актеров, которые проходят и эмулируют систему контроля удаленного доступа, выполняют различные атаки и так далее. Также у нас выросли бюджеты, то есть простое горизонтальное масштабирование, данных просто становится больше в каждом из источников. У нас начали добавляться новые кейсы, это те же системы контроля удаленного доступа, то есть принципиально новые источники с данными, которые имеют какие-то большие особенности. Значительно усложнились сами данные, начали появляться новые классы атак, очень много какой-то метаинформации поверх данных, которые мы используем в процессе обучения или для изучения особенностей данных. И появилось понимание необходимости версионирования горячих данных, да и холодных тоже, в том числе для воспроизводимости экспериментов. Ну, проще говоря, простой процесс превратился в сложный. И оказалось, что текущий подход совсем не позволяет это все переваривать и в целом масштабироваться ни в какую сторону, ни по источникам, ни по объемам. И, в общем, давайте формализуем эти проблемы по пункту. Собственно, во-первых, с определенного момента масштабирования и усложнения данных, сам процесс обновления баз и создания новых горячих данных стал просто очень трудоемким. То есть мы просто стали очень много времени тратить на ручной запуск процессов обработки, на копирование данных из источника в холодное хранилище и оттуда потом на сервера для обработки данных. Все это значительно тормозит и усложняет выпуск релизов в процессе ресерча в условиях, когда условия сбора данных, ну, в общем, сам процесс сбора данных значительно масштабируется, хочется постоянно обновлять нашу базу, данных вытекать много, в релизы хочется отдавать алгоритмы с максимально возможным на данный момент качеством. В общем, это все на практике действительно очень трудоемко. Из трудоемкости вытекает и проблема ошибок и опасности. На самом деле, когда человеческие руки выполняют огромное количество монотонной работы, они делают это очень плохо. Алгоритмы справляются с этим намного лучше. То есть, опять же, мы довольно часто наблюдали ситуацию, когда при копировании кто-нибудь перепутывал папочки, допускал в каких-то названиях недопустимые символы, там, кириллицию, из-за этого потом падали какие-нибудь процессы обработки данных. В общем, ошибка опасности при большом масштабе сбора данных и обработки имеет место быть. Кроме того, ручной контроль довольно сложных, больших процессов оборачивается значительным бас-фактором в лице людей, которые за эти процессы отвечают. У людей, которые занимаются сбором данных, обработкой, невольно появляется очень много каких-то неявных, неочевидных правил, которыми они руководствуются. Эти правила довольно тяжело выразить в какой-то понятной читаемой инструкции. Даже если получается, то эту инструкцию очень тяжело поддерживать в актуальном состоянии, так как, опять же, процесс постоянно меняется, появляются новые сценарии, источники и так далее. То есть, таким образом, мы получаем проблемы не только с трудоемкостью и масштабированием, но и просто бас-фактором. Следующий пункт, довольно важный, также, это сложность построения над такой ручной системой актуального каталога данных с отображением всех свойств, особенностей текущих баз для обучения, как для холодных, так и для горячих баз. Ну, в общем, я думаю, это довольно знакомая всем история. Это наши пресловутые таблички на конференц, которые в общем-то, никем особо не заполняются, по ним сложно вообще сказать что-то, кроме того, что вот какая-то база лежит здесь и кто-то ее владелец. То есть, критически бесполезная информация, на взгляд. Либо, как минимум, если даже можно построить какой-то такой каталог, взяться все-таки за это, как минимум, очень сложно построить какую-то автоматическую отчетность по всей этой истории. Вместе с тем, это очень важный пункт для многих специалистов, поскольку ресерчерам хочется иметь такой каталог, чтобы объяснять результаты своих экспериментов, результаты каких-то метрик. Также им хочется простоты внедрения новых людей в процессы. То есть, если отсутствие понятного читаемого каталога датасетов – это не проблема для тех, кто занимается обработкой данных, вовлечен в этот процесс, либо для стержилов компании или команды, то для новых специалистов это большая голодная боль разобраться, что за датасеты, какие у них свойства. Хочется иметь какой-то автоматически обновляемый, понятный каталог данных. Для менеджмента, для TPL, руководителей проектов, продукт-менеджеров тоже очень хочется иметь такой каталог, чтобы не выяснять нужную информацию, опять же, через человека. Им хочется иметь возможность смотреть на какие-то понятные дашборды с метриками по данным, чтобы прогнозировать стоимости и сроки сбора новых баз с целью планирования бюджета и составления рудмапа, развития технологии. И хочется, опять же, это делать не на основе каких-то примерных представлений тех людей, кто работает с данными, а на основе какого-то детального анализа текущих баз, свойств этих баз. И все это хочется делать максимально просто и быстро. Также обзор всех данных, на самом деле, в компании, не только в команде. Им хочется иметь, насколько эти данные можно переиспользовать в каких-то перспективных проектах на будущее или в других смежных областях. Опять же, это сложно делать, просто контактируя с человеком, кто ответственный за сбор данных. Ну, и аналогичная ситуация и с менеджерами по сбору данных, с ребятами из Ксопта. Им, на самом деле, наверное, очень хотелось бы иметь тут рукой автоматическую отчетность по процессу сбора данных, поскольку элементарно они эту отчетность подают в конце года, делают ее руками. Всегда для них это не самый приятный процесс, поэтому какие-то истории с построением автоматической отчетности были бы для них очень полезны с такой технической точки зрения. Окей. Давайте на основе этих пунктов посмотрим, какие есть проблемы в процессе и попробуем формализовать уже не... Ну, на самом деле, попробуем формализовать уже не проблемы, а пожелания. То есть, что мы хотим сделать и, возможно, даже как мы хотим это сделать. Ну, проблемы с трудоемкостью и ошибкой опасностью, очевидно, решаются автоматизацией. Автоматизация – очень страшное слово, она влечет за собой усложнения, некоторое влечет за собой трудозатраты, снижение гибкости процессов, но по нашему опыту сейчас, наверное, довольно уверенно можно сказать, что проблемы с трудоемкостью и ошибкой опасностью, они намного серьезнее. В целом, не позволяют нормально работать, а автоматизация влечет за собой проблемы, которые можно пережить. Проблемы с бас-фактором в лице одного-двух людей, которые ответственны за процессы. Собственно, можно формализовать желание увеличения общей понятности и прозрачности процесса в сборе и обработке данных, поскольку именно это и хочется. Отчасти это также решается автоматизацией, потому что если за процессом у нас отвечает алгоритм, а не человек, алгоритм – это более читаемая сущность. Собственно, если есть алгоритм, у него есть какая-то схема его работы, на крайний случай есть код, который можно прочитать и понять, как все работает. Отсутствие… ну да, ну и, собственно, мы хотим человека читаемый и максимально понятный каталог данных. Собственно, вероятно, чтобы это решить, нужна какая-то структура данных, то есть данные, которые являются холодными данными, лежат на наших дисковых пространствах, они изначально никак не структурированы, тем более у нас деперлинг, он как по умолчанию строится именно на не структурированных данных, но тем не менее хочется иметь какую-то структуризацию наших датасетов, чтобы именно поверх этой истории построить человекочитаемые понятные каталоги данных с возможностью получения этих данных на определенные ресурсы, пополнение датасетов, создание новых с учетом прав пользователей и все это вот через какой-то, вероятно, единый интерфейс, который бы работу с данными унифицировал и, опять же, с учетом предыдущего пункта делал ее более понятной и прозрачной. Ну, отсюда здесь прям рядом пункт с автоматической отчетностью по процессам сбора. Собственно, это прям суперполезная фича была бы для группы сбора и обработки данных, как для контроля этих процессов более простого, чем есть сейчас, так и для упрощения какой-то отчетности, которую они делают по дефолту. Ну и, наконец, немножко особняком дополню, что хотелось бы воспроизводимости наборов и речек данных для воспроизводимости экспериментов. Окей. Ну, таким образом, наша идеальная картина будущего, вероятно, выглядит как автоматизация всех процессов, как сбора, так и обработки данных из большого количества источников, некоторое структурированное холодное хранилище вместо непонятной файлопомойки и версионирование наборов горячих данных для обучения наших моделей и для их анализа. И хочется, предполагается полное устранение непосредственно ручного вмешательства в эти процессы и перенос управления этими процессами на некий сервисный слой, который предоставляет программный или где-то графический интерфейс для менеджеров и для научных команд, для инженеров, позволяет строить автоматическую отчетность, дологить данных, унифицировать процессы, работать с данными и все вот эти замечательные вещи, о которых я говорил ранее. Вот. Окей. На самом деле на этом первая сюжетная арка все. И я могу послушать вопросы по ней, если они вдруг есть. И попить воды. У меня такой вопрос-наброс. Ты говорил, что ты хочешь уменьшить бас-фактор. Какими вещами? Там что-то было, по-моему, про автоматизацию. А дальше? Так. Устранение бас-фактора. Ну, в основном я говорил о том, что бас-фактор отчасти он устраняется автоматизацией, поскольку если за процесс отвечает алгоритм, а не человек, то алгоритм – это более читаемая, документированная, понятная сущность. То есть можно прочитать код, какую-то блок-схему и понять, что как происходит, а не идти к человеку и спрашивать, что там у него в голове. Ну, алгоритм, в отличие от человека, не может уволиться, перейти в другое подразделение и так далее. Да. А вот как вот получается решается бас-фактор, если ты, например, автоматизировал весь этот пайплайн, но у тебя же все равно разметку делают люди, и ты должен ее как-то перепроверить. Вот где тут точно перепроверяют, не будет бас-фактором? Разметку делают люди, но разметка – это очень простой процесс, и там люди как раз очень заменяют. Разметку можно, например, делать через ту же рот-сорсинговую платформу, есть определенные процессы, которые как бы шум разметки устраняют путем какой-то перекрестной проверки и так далее. То есть суть в том, основная, что это очень простые процессы. Там бас-фактор не возникает, потому что они простые. Человек, который делает очень простую, понятную работу в две копейки, его легко заменить. А человека, который контролирует какой-то большой, сложный процесс, у него уже в голове наворачивается целая куча каких-то правил неявных, которыми он руководствуется. И вот замена такого человека – это уже довольно проблематично. Поэтому как бы по умолчанию этого человека нужно заменять на алгоритмы. Чтобы бас-фактор был большой, то работа, которую делают люди, должна быть какой-то простой и понятной. Да, несомненно. Чем сложнее процесс, который контролирует человек, тем бас-фактор страшнее и тем сложнее от него избавиться. А нет ли у вас какой-нибудь разметки, которая делает только, не знаю, очень подготовленный человек? Прямо такого нет. На самом деле такие ситуации, разумеется, случаются. И там как бы тоже, наверное, есть какой-то бас-фактор. То есть если у нас есть какой-то опытный разменчик, который делает все хорошо, то мы там зачастую поручаем ему обучать новых разменчиков. Если он от нас уйдет, то будет грустно. Но опять же степень грусти будет не такая большая, как если уйдет, например, человек, кто отвечает за все процессы сбора данных. Как устранить бас-фактор, который вызывает небольшую грусть? Это уже более сложный вопрос, потому что разметку, в общем-то, непонятно, как автоматизировать. Наверное, это решается путем предоставления какого-то наиболее такого инструмента для ручной разметки, который, в общем-то, делает так, чтобы это все-таки была простая задача. Надо сказать, мы прямо сейчас этим занимаемся, внедряем наш pipeline-фреймборк в СИВАТ для ручной проверки и думаем, как задачи по разметке оформить таким образом, чтобы они были максимально декомпозированы, если это сложная разметка, и так, чтобы бас-фактора не было в том числе и для разметки. Спасибо. Ну окей. Вероятно, больше нет вопросов. Наверное, это всем знакомая история. Ну хорошо. В общем, мы определились, вероятно, с целями, с тем, чего мы хотим. Есть понятная мотивация, много опыта в процессах, сбора и обработки данных, много какого-то кода, который используется для перепроверки, для обработки данных, но нет вот этой самой системы, и учитывая отсутствие опытов в строении таких больших сложных систем, мне очень понятно, как картинку с предыдущего слайда, в общем, как от этой такой высоковыровневой концепции, по которой мало чего понятно, если начать ее реализовывать, перейти к чему-то более низкоуровневому и, в общем, перейти к какому-то более детальному проектированию. И, как я уже говорил, чтобы было легче, мы решили, что разумно обратиться к уже имеющемуся опыту специалистов в области дата инжиниринга. Ну да, на самом деле время, наверное, уже поджимает, поэтому не буду повторяться. В общем, скажу, что вся дальнейшая история будет про ключевую, одну из ключевых концепций в области дата инжиниринга, про концепцию хранилищ данных. И, в общем, вокруг нее очень удобно строить вообще любой раствор про дата инжиниринг, потому что она включает в себя очень много чего, и можно такой топ-ботом подход реализовать, поговорить о ней, потом декомпозировать и поговорить о каких-то частях, а в этих частях будет еще больше всего интересного из мира дата инжиниринга. Окей, собственно, хранилище данных или корпоративное хранилище данных, его также называют аналитическим хранилищем данных, английский это data warehouse и еще встречается термин enterprise data warehouse, чтобы подчеркнуть, что все очень серьезно. Ну и по количеству синонимов, наверное, можно понять, что это какая-то дико абстрактная сложная сущность, и, на мой взгляд, какое-то формальное определение термина, который является такой сложной абстрактной сущностью, это вещь довольно бесполезная, поскольку она с логической точки зрения корректна, но по ней, в общем-то, ничего не понятно. Поэтому вместо того, чтобы давать определение, давайте разговор о ДВХ построим с того, что поговорим, зачем они нужны. По названию, наверное, понятно, что это нечто похожее на базу данных, но намного абстрактнее и сложнее. И потребность в таких сущностях абстрактнее и сложнее, чем просто база данных возникла, когда компании, обычно какие-то большие компании, у которых есть обширенная информационная система, какая-то IT-инфраструктура, и в этой инфраструктуре много данных, которые постоянно пополняются. В общем, потребность в ДВХ возникла, когда эти компании захотели эффективно использовать поток данных не только для работы самого бизнеса и для поддержания работы этой инфраструктуры, но и для увеличения прибыли, для эффективной поддержки системы принятия бизнес-решений на основе данных, для аналитики данных, для обучения каких-то машинных обучений и так далее. Что-то сейчас странное сказал, ладно. В общем, можно привести пример. Например, если наша такая большая компания с обширной IT-системой – это банк, то у нас, очевидно, есть мобильное приложение, есть интернет-банк, сеть банкоматов и так далее. И данные в этой инфраструктуре используются для того, чтобы выполнять какие-то оперативные потребности, чтобы выплачивать проценты по кредитам, точнее, чтобы следить, что клиенты выплачивают проценты по кредитам вовремя и чтобы знать, сколько составляет этот процент, чтобы самому банку автоматически выплачивать эти же проценты по депозитным вкладам и так далее. И вот, собственно, эти данные охота использовать не только для того, чтобы банк жил и работал, а для того, чтобы, например, анализировать поведение своих клиентов, чтобы вовремя заметить, что люди начали брать какой-то определенный вид кредитов, например, автокредиты, и чтобы вовремя это заметить и выйти на рынок с какими-то выгодными предложениями на эту тему, получить конкретное преимущество перед другими банками, набрать себе большую клиентскую базу, потому что какие-то люди, у кого нет, например, вообще счетов в этом банке, они его заведут, чтобы взять кредит и так далее. И в условиях рыночной экономики, которая подразумевает высокую конкуренцию, такие вовремя принятые бизнес-решения позволяют не то, что увеличить прибыль и лучше жить, а вообще выжить на рынке. Поэтому, наверное, можно утверждать, что это жизненно важная потребность бизнеса в аналитике данных, которые есть у компании. Ну и, собственно, само по себе это не происходит. Этим занимаются специально обученные люди, как раз дата-инженеры, аналитики данных, которые делают какие-то выборки данных, строят зависимости, делают гипотезы и проверяют их. Это ML-инженеры, которые строят пайплайны по обучению моделей. В случае банка это, например, тот же кредитный скорбин, пресловутый, с которого, по крайней мере, раньше начинались многие курсы по машинному обучению и так далее. в Сбере, кстати, для таких сотрудников есть специальный термин – the people, как бы от слова data people, то есть любые люди, которые работают с данными. Вот, наверное, я буду использовать этот термин тоже. И на самом деле, наверное, здесь я сам себя поправлю. Нужно сказать, что потребность в сущностях сложнее, чем просто база данных возникла не тогда, когда возникло желание анализировать данные, потому что такое желание, наверное, сразу появилось, а скорее, когда те информационные решения, которые были, перестали отвечать такому требованию, что они предоставляют the people понятный и удобный доступ до данных, за счет которого они, в общем-то, увеличивают публикомпанию. Ну, собственно, как у них закончился простой удобный доступ, закончились и все вот эти бизнес-плюшки, которые можно извлечь из данных, это очень грустно. Можно емко подытожить и сказать, что необходимость корпоративных хранилища данных появилась, когда в рамках одного решения стало невозможно совмещать и аналитические, и операционные потребности бизнеса. Окей, давайте рассмотрим проблему чуть подробнее, собственно, выявим причины этой проблемы, почему вот вдруг стало невозможно совмещать, что случилось. И для того, чтобы понять, почему в целом предлагают такие подходы, которые предлагаются, давайте рассмотрим поподробнее. Итак, чтобы наших the people обеспечить актуальными данными из нашей замечательной IT-инфраструктуры, ну, нужно, в общем, взять эти данные. Данные берутся из источников. Источники — это различные ERP-системы, то есть система управления бизнесом, например, замечательный пакет программ, 1S-проприятия. Это различные приложения, которые позволяют бизнесу общаться со своими клиентами. Для этого тоже существует аббревиатура Client Relationship Management, CRM. Вот такой замечательный термин. Ну и так далее. В общем, это вот всякие различные эти интернет-банки, онлайн-банки, какие-то приложения, которыми вы пользуетесь, чтобы сделать, вызвать такси и так далее. Ну и, собственно, все эти приложения, все эти информационные системы, они, очевидно, сами по себе располагают какими-то СУБД. И, собственно, первая идея, то есть вот это изначальное решение, которое было, оно заключается в том, что давайте просто сделаем копии этих баз, какие-то обновляемые, и пусть мы туда наших замечательных the people, аналитиков, пусть работают. И очень быстро оказывается, что это очень плохая идея. Во-первых, в экосистеме может быть очень много, очень разных СУБД. Их в мире в целом очень много. Получается, для people нужно уметь работать с ними, со всеми, со всеми СУБД, которые есть в нашей экосистеме. И это сразу удорожает их работу, мы требуем от них больше техподготовки, усложняем их задачу, и это не очень приятно. Во-вторых, очень важная особенность тех баз, которые обеспечивают работу наших оперативных приложений, заключается в том, что они заточены под очень стандартизированную нагрузку. То есть их цель – это обеспечивать максимально эффективную работу приложений, наилучшим образом выполнять вот эти операционные потребности бизнеса. Иными словами, они заточены под транзакционную нагрузку. Ее цель – это максимально быстро предоставлять ответы на запросы из какого-то заранее известного списка, который соответствует профилю работы приложения. Нам же интересна аналитическая нагрузка. Аналитическая нагрузка, она, напротив, очень не стандартизирована. Заранее непонятно, каким образом что мы хотим анализировать. Она включает в себя очень сложные, большие запросы, большое количество слияний разных сущностей в базах, которые, учитывая, что многие современные веб-приложения основаны на микросервисных, которые могут находиться не только в разных сущностях одной базы, но и вообще в разных базах. То есть у каждого микросервиса своя база. Опять же, это могут быть разные СУБД, и, получается, вот эти слияния будут аж между разными инстансами в разных базах. До некоторых вообще может не быть понятного доступа. Все это очень-очень больно. Зря. И, кроме того, аналитическая нагрузка включает в себя очевидную агрегацию за какой-то большой период, потому что нужно знать, как изменялись те или иные метрики со временем. А операционные базы, они запросто могут историческую информацию утропать за ненадобностью и с целью экономить какое-то дисковое пространство, на которых эти базы расположены. Ну и, наконец, нужно не забывать, что, опять же, в современном мире очень много разных баз, в том числе и нереалитационных, у которых логическая схема вообще совершенно иная. Ну и, в общем и целом, наверное, понятно, что работа с таким большим количеством очень разных источников превращает жизнь the people в ад, и это все абсолютно невозможно. Ну и нужно не забывать, что, опять же, данные не бывают идеальными и в плане качества. И чем больше источников, тем больше вероятность, что итоговые данные, агрегированные из кучи разных баз, могут быть несогласованы между разными источниками. Где-то они будут дублироваться, где-то могут быть ошибочными, ну и так далее. А нет, рано. Вместе с тем, сама аналитическая работа, она становится все сложнее, вот появляются элементы машинного обучения, и на самом деле работа становится не то, что сложной, она становится просто невозможной. Мы не можем требовать от the people, от аналитиков, ML-исследователей, чтобы помимо высокой квалификации в своей области, они были еще и способны работать вот с таким ужасом, с таким огромным количеством разных несогласованных баз, в которых дублируются какие-то данные, ходить вот в эти оперативные источники, учитывать их физические и логические особенности, ну и при этом еще как-то работать эффективно. Соответственно, чтобы обеспечить аналитиков, ML-исследователей и всех вот этих the people понятным и удобным рабочим местом, чтобы была возможность автоматического получения данных для каких-то бизнес-отчетов, которые тоже, видимо, готовятся как-то автоматически, между, собственно, этими системами и между the people должна быть какая-то программно-аппаратная прослойка, которая все это обеспечивает. Ну и, наверное, уже понятно, что этой прослойкой как раз и служит, хранилище данных служит ДВХ. Окей, давайте подытожим сказанное. Мы выяснили, что оперативные базы изначально никак не заточены под аналитическую нагрузку, их может быть очень много и они могут быть категорически разные, так как делали разные команды разработчиков и с определенной целью, исключительно для того, чтобы работали системы, которые они обслуживают. Поэтому как физически, так и логически это могут быть очень разные источники. Опять же, они могут добавляться, могут убывать, это тоже нужно учитывать. Ну и потребителям данных, разным the people, на самом деле, чаще всего не нужны все эти данные, они все видят их по-своему, исходя из тех сущностей, на которых основана их работа. И опять же, это сильно усложняет процесс того, чтобы они разбирались во всем этом ужасе. Ну и в целом, если опять же подытоживать, то главная проблема, которую должна решить ДВХ, заключается в чрезвычайно большой сложности общей модели корпоративных данных. Ну и, собственно, для борьбы с этой сложностью в 91-м году американский компьютер-сайентист Вильям Инман предложил уровни в архитектуру и концепцию хранилища данных, как борьбу со сложностью вот этой самой модели корпоративных данных. Окей. Ох, время уже без 15. Ладно. В общем, сделаю небольшую совсем паузу и скажу следующее. В общем, вот этот товарищ Вильям Инман, весьма занимательный исследователь, он 46-го года рождения, то есть ему сейчас нехило так за 70, но при этом он очень активно ведет соцсети. Я нашел у него как минимум LinkedIn, Twitter, там вот сверху есть на Twitter ссылка. У меня нет в Facebook и в Reddit, но я вот думаю, что он там тоже есть. Еще у него есть свой блог. И, в общем, я изначально хотел как заманулку рассказать историю из его соцсетей, но, видимо, наверное, почитаете уже потом, потому что мало времени осталось. Вот. Ну и расскажу, наверное, совсем короткую байку из его блога. В общем, слева есть картинка. Если в его блог зайти и на эту картинку нажать, то там будет небольшая история. В общем, как я уже говорил, вот в 91-м году Вильям Инман предложил концепцию ДВХ, и поэтому долгое время он себя продавал, многие его считали отцом-основателем вообще этой концепции. И как часто бывает в таких случаях, да, кто-то делает такое заявление, то находится кто-нибудь, кто выпрыгивает из табакерки и говорит, а вот нет, я придумал это раньше. И вот у меня даже подтверждение есть и действительно есть какая-то статья, где он об этом упоминал. И вот Билла Инмана такая судьба не миновала. Действительно выскочили некоторые исследователи из компании IBM и сказали, что подожди, на самом деле в 88-м году мы в своих статьях писали термин, который похож на твой термин. И даже по смыслу он также очень близок. Поэтому мы не уверены, что ты можешь называть себя отцом-основателем корпоративных хранилищ данных. На что Билл вздохнул и написал в своем блоге, что да, я перестал продавать себя как отец-основатель хранилищ данных. Вот эти товарищи написали какую-то непонятную статью, в котором мелко упоминается этот термин раньше меня. Но с другой стороны я написал книжку, которая исчерпывающе описывает архитектуру хранилищ данных, которая используется до сих пор. Эта книжка разошлась тиражом более полумиллиона копий, у нее три издания. Вообще всю жизнь я занимаюсь тем, что в разных крупных компаниях наворачиваю ДВХ, но как бы всего лишь вот это. Некоторые ребятки придумали этот термин намного раньше. Вот. Ну и в целом на самом деле история установления концепции интересно наблюдать. В некоторых источниках говорится, что она чуть ли не с 70-х годов существует. Но вот на самом деле я каких-то таких более-менее уважаемых упоминаний, чтобы так было не видел. И видел только то, что вот говорили об этом еще в 70-х. Но вот первое упоминание, которое есть, это 88-й год. И первая такая хорошо написанная, понятная концепция, это 91-й год. Ну ладно. В общем, так как у нас пауза, давайте я снова переливусь и спрошу, есть ли вопросы снова по пиводам. Есть вопросик, можно? Слышно меня? Да, конечно. Так слышно. Значит, по Data Warehouse такой вопрос, что вот это корпоративное хранилище данных, оно же, по идее, корпоративно не столько потому, что оно вот в какой-то там компании круто развернуто, а потому что оно хранит корпоративную бизнес-информацию. То есть это в основном всякие там заказы, запросы, всякие события, другими словами. Вот. И подобный город информации удобно хранить как раз в тех самых базах революционных, потому что это текстовая информация. И вопрос был, а можно ли натянуть вот эту вот концепцию ДВХ на наш случай, когда мы работаем не столько с текстом каким-то, а с файлами конкретно, аудиофайлами, изображениями и так далее? Да, это очень уместный вопрос. На самом деле, дальше наверняка будет понятно, что, ну, ДВХ это не про наш случай. То есть действительно важно заметить, что ДВХ борется со сложностью корпоративных данных. И вот этот термин корпоративное, он как бы является следствием, что это данные из корпораций, потому что они крупные, сложные и направлены на какие-то конкретные бизнес-процессы. У нас действительно ситуация не такая. У нас куча каких-то неструктурированных данных, и они не корпоративные, они скорее вот какие-то научные. Поэтому напрямую эту концепцию у нас, конечно же, не применить. Вот. Но на самом деле, если попробовать начать изучать, как эти ДВХ применяются в современности, то можно увидеть, что вот такие храткоровые классические архитектуры, о которых я расскажу, они напрямую довольно сложно применимы. То есть у всех много данных не структурированных, в том числе научных, и вот эта какая-то сущность, какая-то ДВХ, ею хода обеспечивать также и каких-то научных сотрудников. То есть изначально ДВХ это именно про аналитику, про BI-инструменты и так далее. Какое-то машинное обучение там не особо лежало. Есть только совсем какие-то логистические регрессии, это мне сложно. Вот. И, соответственно, здесь вопрос в том, что интересно посмотреть как раз как разные компании, которые в том числе своих научных сотрудников хотят обеспечить удобным, понятным доступом до информации, используют вот эту концепцию ДВХ, как они ее модернизируют, модифицируют и так далее. Но чтобы смотреть, как они это делают, нужно сделать первый шаг. Нужно понять, как вот эти классические ДВХ, как архитектуры выглядят, чтобы, собственно, ноут был просто глоссарий, чтобы это все было понятно и так далее. И на самом деле преимущество в том, что, преимущество, послушать мой доклад, в том, что многие какие-то общие концепции, на которых строится архитектура ДВХ, они могут быть применены и в той системе, которую для себя сделаем мы, да, которая была нарисована там на одном из слайдов. То есть мы не можем взять напрямую идеи, которые описаны в замечательной книжке Инмана и натянуть на нашу ситуацию. Но мы можем заняться проектированием чего-то своего с помощью тех инструментов, концепций, подходов, которые применял Инман, когда конструировал свою архитектуру. Вот. Спасибо. Так, окей. Падушки. В общем, мы говорили о том, что мы рассматриваем архитектуру корпоративного хранилища данных, который предложил Уильям Инман. И эта архитектура, она является уровневой и состоит из двух основных компонентов. Из слоев данных, которые также называются уровнями данных или срезами данных, и UTL-процессов. Если упрощать, то основная идея состоит в том, что данные из источников копируются последовательно вот с этого уровня слоя или среза на другой уровень слой или срез, и при этом трансформируются так, чтобы в итоге приконечены пользователями, как the people, биосистемами и так далее, предстать в виде согласованной информации, которая максимально пригодна для использования этими людьми, для того, чтобы они могли совершать какие-то свои узконаправленные аналитические задачи или что-то еще. Таким образом, можно сказать, что в данном контексте слой данных представляет собой копию исходных данных, но с какой-то другой логической моделью данных, и этот слой решает определенную проблему. И процессы, которые обеспечивают трансформацию данных из слоя в слой, их копирование, называются iter-процессами. Сокращение слов extract, transform, load. И в современном мире, ввиду того, что сложность данных растет, хранилища становятся очень большие и сложные, и этой процессам уделяется довольно большое внимание, так как они также становятся довольно сложными, ветвистыми, их становится очень много, могут быть сотни, тысячи этой процессов внутри одной компании. Они очень разные по профилю на выпуске на какие-то вычислительные ресурсы. И хочется этим добром всем как-то единообразно управлять, мониторить выполнение процессов. И для этого существует довольно большое количество ETL-фреймворков, работу одного из которых я как раз показывал на демо-дне. Окей. Хорошо. В общем, архитектура стоит из слоев. ETL-процессы копирует данные со слоя на слой. Конечная цель – преобразовать данные из исходного вида в вид максимально приводный для наших задач. И идея уровневой архитектуры состоит в том, чтобы задача упрощения исходной модели корпоративных данных, конечная наша задача, декомпозировать за счет использования вот этих самых слоев данных. То есть каждый слой отвечает за упрощение того или иного аспекта исходной модели данных и последующие слои от этих сложностей абстрагирует. Изначально, когда мы ставим задачу, у нас уже есть два слоя. Это сырой слой или оперативный слой. По факту это просто копия всех данных из систем источников. И последний пункт назначения – это индивидуальный слой. Это уже информация и данные, которые максимально близки к результатам работы The People. То есть, например, это может быть какая-то табличка с результатом какого-то большого запроса, который написал аналитик. И она содержит метрики по какой-то регулированной информации. И эта табличка отвечает на какой-то важный бизнес-вопрос, который задали аналитику. Он вот эту табличку распечатает, принесет своему заказчику и будет сделано бизнес-решение важное на основе этой таблички. Вот. Собственно, цель данных – пройти из первого слоя в последний. Давайте посмотрим, какие слои встречаются на пути. Первый слой – это первичный слой или staging слой, также primary слой. Ну, первичный, primary. В общем, как обычно, много синонимов. И на этом слое происходит копирование данных из систем источников с полным сохранением логической структуры этих данных. И цель этого слоя – последующие слои абстрагировать от каких-то физических особенностей данных из систем источников. То есть на этом слое логическая структура не меняется, но данные могут очищаться от какой-то ненужной информации, точно не нужно анализировать какие-нибудь там логи непонятные. Происходят какие-то первичные трансформации, цель которых – сделать данные как можно более дружелюбными к всей нашей инфраструктуре, нашего ДВХ. Ну, то есть, например, если данные в системах источников у нас расположены в разных СУБД, в одной там MySQL какой-нибудь, в другой Microsoft SQL сервер, а мы хотим использовать POSGIS. Ну, вот они скопируются все в POSGIS. Здесь надо сказать, что staging слой, он во многом такой технический, потому что как раз он не меняет никак логическую структуру данных. Дальше мы видим, что все основные слои меняют. Поэтому в некоторых сочниках на самом деле этот слой из общей системы тропают и так больно поступают, потому что на самом деле нужно понять, что этот слой, он как бы неявно присутствует в любом ETL-процессе. То есть ETL-процесс, он выгружает данные, затем их трансформирует и выгружает в пункт назначения. И вот эта область данных, в которую он данные загружает, чтобы затем трансформировать, она также называется staging room слоем. То есть это в простом самом варианте может быть в простой области креативной памяти, это может быть какая-то отдельная база, если ETL-процесс сложный. Ну, тут часто включают staging ETL-процесс, но также часто и выделяют его в общей схеме, потому что на самом деле именно здесь его роль очень важна. Она абстрагирует последующие слои от физических сложностей данных в системах источных. Следующий слой центральный, его также называют ядром хранилища, также его называют детальным слоем, и из этого еще есть термин detailed data store, DDS, такая транскрипция. В общем, этот слой является в данной архитектуре ключевым, в нем происходит вся основная работа по трансформации данных, по работе с качеством данных. А именно главная задача, главное, что в нем происходит, это консолидация всех данных из систем источников, из большого количества этих очень разных логических моделей данных в одну большую единую схему, в одну большую единую логическую модель. И подразумевается, что эта модель должна отражать в себе все бизнес-сущности, которые у нас есть, все связи между ними, все, собственно, такие вот эти бизнес-сущности и связи, которые подлежат анализу, которые интересуют в конечном итоге любых the people в компании. Такую большую модель данных сам Инман в книге называет русским термином единая версия правды, a single version of the truth, и она служит довольно важной цели, а именно, если предыдущий слой у нас абстрагировал все последующие от физических особенностей, то центральный слой абстрагирует все последующие слои потребителей от логических сложностей модели корпоративных данных. Он устраняет необходимость в последующих слоях работы с консолидацией, с взаимным сопоставлением данных из источников, с какой-то их противоречивостью на логическом уровне, устраняет избыточность и так далее. То есть все данные приводятся к единым сущностям, устраняется любая логическая неконсистентность и так далее. Но опять же, если у нас, например, банк, но он как-то расширился и купил другой банк, у нас при нескольких банках, хотим построить ДВХ для нескольких банков, и у них есть, например, два своих индивидуальных мобильных приложения, то есть бизнес-сущности, там одни и те же, например, пользователь. Но в одной базе пользователь будет называться кастомер, у него будут свои атрибуты и свои связи, а во второй юзер, естественно, тоже свои атрибуты и свои связи. Но с точки зрения бизнеса мы хотим видеть одну сущность, так как это одна сущность с точки зрения анализа. Вот вероятно, что в таком случае в центральном слое эти сущности будут приведены к одной, к какой-нибудь клиент, и будут как-то стандартизированы все атрибуты, и, не знаю, добавится там отдельная сущность банка, которому принадлежит этот пользователь. Опять же, пользователь может принадлежать двум разным банкам, но вот, собственно, мы эту избыточность, опять же, устраняем как логическую неконсистентность. Так, да, что еще нужно сказать про центральный слой? Во-первых, важно отметить, что он проектируется как предметно-ориентированная база данных. То есть логическая схема, которая его представляет, она содержит в себе проекцию всех бизнес-процессов компании и выстраивается, проектируется именно в соответствии с ними. Без, ну, может быть, не совсем, но идеологически, без оглядки на то, как эти данные будут в дальнейшем использоваться. То есть это такое ключевое отличие этого центрального слоя слоя сырых данных. Слоя сырых данных у нас, наоборот, исключительно заточен под выполнение каких-то конкретных задач, а вот в центральном слое мы занимаемся построением большой единой версии правды и не зацикливаемся на том, что в дальнейшем решаем какие-то узконаправленные задачи. Собственно, что еще? Да, следующая особенность, во-первых, это историзм. То есть, ну, это понятная история, так как нам нужно агрегировать, скорее всего, данные за какой-то большой исторический период, чтобы наводить аналитику, то центральный слой содержит в себе именно исторические данные вот прям с первого дня его существования. И здесь рядом следующее его свойство – это неизменяемость. Идея в том, что данные в центральном слое, они не модифицируются и не удаляются, они только накапливаются. Это нужно для того, чтобы обеспечивать, опять же, консистентность аналитических работ. Если мы написали какой-то запрос, то мы хотим, чтобы завтра результат его работы, он был точно таким же. Не было никакой модификации, никакие данные из центрального хранилища не исчезли. Если какие-то данные идеологически все-таки меняются, то в центральном хранилище может появиться новая запись и какая-то информация в каком-то виде о том, что эта запись замещает какую-то предыдущую. Но никакие записи не могут быть модифицированы и не могут быть удалены. Окей. На самом деле, это уже как будто бы почти то, чем мы могли бы покоренить наши the people, поскольку сам Инман в своей книге в качестве модели логических данных для центрального слоя предлагает третью нормальную революционную форму. Это то, с чем, в общем, аналитики и прочие ML-шики, скорее всего, должны уметь работать. Плюс ко всему, это одна большая база, не целая куча, там нет никаких логических противоречий, все замечательно. Можно, по идее, на центральном слое уже строить индивидуальный, однако есть ряд проблем. Во-первых, это проблемы с безопасностью, то есть на самом деле не до всех сущностей в центральном вот этом большущем слое мы хотим давать доступ тем или иным департаментам. Может быть какая-то приватная информация. В целом, всем, опять же, не нужна вся информация, то есть если охота под выборку вот этой большой базы, вот пойди изучи все сущности, их там могут быть десятки, 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 довольно грустно. Ну и на самом деле оказывается, что третья нормальная форма, она хороша с точки зрения того, что она сама по себе, гарантирует отпутствие определенных разных аномалий, там аномалий ставки, всякое такое, однако она не под всякую нагрузку подходит. То есть здесь мы вспоминаем про ее предметную ориентированность, то есть при проектировании мы именно строим единую версию правды, которая отражает все наши бизнес-процессы, без учета в каких именно приложениях это будет использоваться, не беспокоимся о том, не будет ли каких-то бутлонеков. Если какая-то BI-система, строение автоматической отчетности делает очень большое количество единообразных запросов, то вот там какое-то большое количество слияний в этой 3NF-базе может являться проблемой. В общем, для устранения всех этих проблем будет еще один слой, слой электринданных. Данный слой уже состоит из набора разных, часто никак не связанных с собой логических схем, то есть это несколько баз, каждая из которых содержит некоторую подвыборку исходной информации, нужной для решения определенной задачи. И, соответственно, логическая схема данных в данном случае уже выбирается исходя из задачи, то есть как в оперативном слое делаем какую-то такую базу, чтобы максимально эффективно решать какую-то одну нашу узконаправленную задачу. Ну и, соответственно, на этом слой уже строится наш замечательный индивидуальный слой. Хорошо. Давайте быстренько посмотрим примерчик прямо с книжки. Он строится вокруг одной сущности, сущности клиента, по всей видимости, какой-то кредитной организации, банка. И, как видите, здесь как раз отсутствует стейджинговый слой, потому что он не меняет логическую структуру. И задан вопрос, на какой вопрос отвечает каждый слой, каждая его логическая структура. Собственно, операционный слой у нас отвечает на какой-то конкретный запрос бизнеса, наш клиент, где он живет, чтобы ему письмо написать, и какой-то его кредитный статус прямо на данный момент, чтобы что-то с этим делать. Центральный слой уже содержит историческую информацию, в какие промежутки времени, от сих до сих, какой был кредитный статус у клиента и где он жил. Слой витрин данных уже содержит агрегированную информацию, которая близка к какому-то бизнес-запросу. Не бизнес-запросу, а к агрегическому запросу. Например, это агрегированная информация по количеству клиентов по месяцам какого-либо года. И, наконец, индивидуальный слой уже отвечает на какой-то совсем конкретный бизнес-вопрос, на основе которого будет принято то или иное решение. Окей. В общем, вот так выглядит архитектура. Давайте обсудим, как может выглядеть какой-то естественный подход к ее проектированию. И оказывается, что самый естественный подход – это так называемый подход сверху вниз или отрофлоу-подход. То есть мы начинаем работу с подробного анализа аналитических или каких-то других потребностей у заказчиков ДВХ. И после этого мы занимаемся проекцией всех бизнес-процессов, которые нужны в центральном слое. И только после того, как эта работа будет проделана, мы можем приступить к реализации каких-то детель-процессов, потому что бы построить и дать заказчикам какие-то витрины данных. И очевидно, что на самом деле это довольно большая сложная задача. Так как система корпоративных данных, модель очень сложная, то, соответственно, очевидно, что и вот этот центральный слой, и его проектирование – это тоже довольно большая сложная задача. Тем более, что он все-таки должен опираться на аналитические потребности. То есть он, конечно, предметно-ориентированный, но вакуумен тоже существовать не может. И понятно, что заветный тайм-то-маркет у такого подхода проектирования, он довольно большой. Заказчики всегда хотят результат завтра, хотят что-то потрогать уже сейчас. Ну и разработчики ДВХ также в этом заинтересованы, чтобы как можно быстрее получить фидбэк, подкорректировать свои планы. Ну, в целом, в общем, хочется сделать итерации разработки быстрее, а сам процесс гибче. И до этого уже в 96-м году, всего через 5 лет, другой компьютер-сайентист Ральф Кимбл предложил альтернативную архитектуру к хранилищам данных и также написал об этом книгу. На самом деле, даже серию книг. И основная идея этой архитектуры состоит в том, что витрины данных строятся в обход центрального слоя. То есть они строятся напрямую на стейджингном слое, который является такой лейтовой версией данных из исходных систем источников. Собственно, этот факт избавляет от необходимости проделывать самый большой, сложный, непородливый шаг. Это проектирование самого центрального слоя. Простота такой архитектуры делает, на самом деле, ее несколько сложнее в описании. Наверное, именно поэтому у Кимбл вместо одной книжки, как у Инмана, целая серия, там, по-моему, 3 или 4 книжки. Собственно, намного больше бизнес-логики ДВХ ложится на гитаре процесса, они становятся сложнее. Больше требований к витринам данных. Они тоже становятся чуть сложнее, и Ральф Кимбл предлагает для них вполне конкретную логическую схему, которая называется «звезда» или «снежинка». Я не буду ее, наверное, подробно описывать, но, если вкратце, она выглядит так, что какая-то одна сущность там отображает конкретный бизнес-процесс, то есть содержит какую-то транзакционную информацию, и схемы, которые к ней относятся, они как-то с той или иной точки зрения более подробно описывают этот процесс. Собственно, витрины у Кимбл, они не совсем такие, как у Инмана. У Инмана это какие-то любые рандомные витринки, которые строятся на основе центрального хранилища и выполняют узконаправленную задачу. А у Кимбл витрины носят, наверное, какой-то другой характер, то есть они скорее являются копией корпоративных данных, которые принадлежат какому-то направлению бизнеса, и, собственно, все бизнес-процессы в этом направлении. Соответственно, само хранилище у Кимбл и сложной вот этой слоистой структуры и наличие большого центрального слоя превращается, опять же, по его собственным словам, из книжки, просто в набор витрин данных, принадлежащий им по разным направлениям бизнеса, каким-то заранее стандартизированным витринам данных. Здесь интересно, что само это определение, которое дает Кимбл к корпоративному хранилищу данных, оно прямо противоположено взглядам Билла Инмана на всю эту ситуацию, у которого вся суть ДВХ как раз и состоит в построении центрального слоя. И этот центральный слой даже часто с ДВХ отождествляет. Даже если посмотреть на вот этот пример из книжки, видно, что центральный слой прямо называется Data Warehouse. И на самом деле это забавная история. Надо сказать, у Билла Инмана прилично бомбит от того, что Кимбл дает такое прямо противоположное его представлением определение ДВХ. Он как бы придумал этот термин ДВХ, а тут дает какое-то очень странное определение, которое ему не нравится. И это выразилось, например, в том, что в третьей редакции своей книжки Инман, который вышел в 2005 году, то есть когда уже вышла книжка Кимбл, а в предисловии к третьему изданию он пишет, что никогда нельзя путать хранилища данных и витрины данных. Это две совершенно разные сущности, которые также не смешиваемы, как вода и масло. Почти дословно так. Ну, собственно, это довольно интересно, раз существует такая дискуссия в двух архитектурах, сам Бог велел их сравнить. Ну, давайте сравним. Собственно, основная особенность, которая отличает проектирование по Инману от проектирования по Кимбл, это наличие большого сложного центрального слоя и отображение всего бизнеса в нем. Эта особенность, она сама по себе, наверное, не является ни плюсом, ни минусом, она скорее за собой влечет. Это плюсы и минусы. Соответственно, самый основной минус, недостаток, это высокая сложность в проектировании этого слоя. На него положится очень большая ответственность, потому что на нем строятся все витрины данных. Это делает процесс не очень гибким, потому что если, опять же, смотреть на классику, на третью нормальную форму, как советует Инман, то модификация этой логической схемы, она довольно сильно затруднена. Она может понадобиться, поскольку в современном мире бизнес очень часто меняется, добавляются новые источники, логические схемы в системах-источниках тоже могут меняться, в общем, сами бизнес-процессы могут меняться. Для того, чтобы поддерживать гибкость этого центрального слоя, сейчас уже существуют более продвинутые, может, не более продвинутые, но более современные логические схемы, чем третья нормальная форма. Однако они сами по себе тоже очень сложны в проектировании и в поддержке. Они только устраняют проблему гибкости. Поэтому проблема высокой сложности, она в любом случае остается, даже в таких модификациях вот этой краткорной классической архитектуры. Однако, конечно же, есть и значительные плюсы. Во-первых, это отсутствие противоречивости между витринами. Так как витрины строятся на единой большой консистентной логической схеме данных, то все антические направления, они видят данные в одном ключе. Они берут их из одного источника, либо из витрин, которые построены на одном источнике, и все сущности одинаковые, никаких противоречий в данных нет. Это замечательно. И вместе с тем новые источники довольно легко подключать. То есть их подключение состоит просто в том, что нужно писать хитрин процесс, который преобразует данные из исходной логической схемы нового источника в логическую схему центрального хранилища. При этом витрины данных никак не страдают, и люди, которые строят или пользуются витринами данных, они категорически отстранены вообще от того, что есть какие-то источники. У них нет никаких источников. У них вот есть этот центральный слой замечательный, они им пользуются и очень рады. Собственно, у Kimball напротив проектирование намного более... Проектирование и реализация более простая. Она строится от потребностей. Нужно направлению бизнеса анализировать определенные бизнес-процессы. Строим вот эту самую витрину, звезду, снежинку, подключаем к ней источники данных, строим петель-процессы, и замечательный результат есть. Никакого сложного, шибкоопасного, большого, негибкого проектирования центрального слоя не нужно. Однако, разумеется, есть и недостатки. Новые источники требуют большей работы, поскольку все витрины соединены условно-грято со всеми источниками. И когда появляются новые, нам нужно обновить все витрины индивидуально. То есть, та работа, которая выполняет центральный слой по устранению логической какой-то сложности исходных корпоративных данных, она никуда не девается. Она просто ложится на вот эти несчастные детали-процессы, которые создают нам витрины. Собственно, это на самом деле сложнее. И еще одним важным достатком является то, что между витринами возможна логическая противоречивость, избыточность, потому что они строятся полностью независимо друг от друга на вот этой исходной сложной корпоративной модели данных, а не как бы упрощенной и вырезанной, какой является центральный слой нейтрохранилища. Вот. Ну, собственно, вот такие два противоречащих друг другу с какой-то стороны подхода для архитектуры. Однако, интересно, что популярный подход – это комбинирование двух этих подходов, которое, собственно, заключается в том, что наличие центрального слоя, оно не отрицается, но некоторые витрины могут строиться на основе стейджингового слоя в обход центрального хранилища. Такие витрины, они могут быть несогласованы с остальными, то есть сохранять кимбаловский недостаток. Но зато можно получать быстрый результат, радовать заказчиков, оперативно получать фидбэк и в каком-то смысле вот этот иммуновский недостаток пирам. Вот так. Что ж, на самом деле, вот отвечая на вопрос Артема, кажется, я как раз сказал о том, что вот такие суровые классические фракторовые архитектуры, у них на самом деле есть ряд недостатков, и в основном эти недостатки начали появляться, когда наступил Новый Век, то есть они все из 90-х годов, даже Новые тысячелетия, не Новый Век. То есть какие-то, очевидно, что архитектуры из 91-96 года, это скорее из области археологии что-то. И сам Инман это понимал, и поэтому в 98-м и 2008-м году у него вышло еще две книги. Они, на самом деле, во многом усложняют его исходную архитектуру и пытаются решить ряд проблем. Это проблема с тем, что непонятно, как ДВХ натянуть на неструктурированные данные, опять же, то, что мы обсуждали. Это довольно высокие требования к центральному слою, то, что данные там не могут изменяться, не могут удаляться, в новых подходах, которые предлагает Инман, создаются новые слои. Сам граф вот этого течения данных, он становится не с последовательными узлами, а такой более ветвистый, в общем, пытаясь ряд проблем исправить. Надо сказать, что по моим наблюдениям цитируемость этих подходов его новых архитектуры, она не очень высокая. Ощущение, что какие-то концепции оттуда пригодились, но, например, если взять ДВХ 2.0, вообще какая-то суперинитируемая, по моим впечатлениям, история, в которой все сложно найти какую-то информацию. В общем, так или иначе, эти подходы, они полностью проблемы не решали. И помимо проблемы с неструктурированными данными, была еще одна проблема. Мы помним, что центральные хранилища по имену и витрины по Кимбалу, они, в общем-то, все равно строятся, хоть центральные хранилища настроятся, предметно-ориентированно, все равно он строится именно с целью удовлетворения каких-то текущих аналитических требностей. И подразумевается, что все ненужные для этого данные, они, в общем-то, туда не попадают. И в современном мире это большая проблема, потому что аналитика постоянно усложняется, появляются какие-то новые подходы, и заранее на самом деле не очень понятно, какие данные нужны, а какие не нужны, какие совсем не понадобятся. Поэтому в 2011 году вышла концепция, которая называется «Озеро данных» или «Data Lake» в английском. И она состоит в том, что давайте забирать из источников вообще все данные, какие есть, и надежно хранить их на каком-то дисковом хранилище. И, собственно, задача «Data Lake» — это оперативно собирать все данные из источников и предоставлять к ним какой-то доступ для потребителей. Понятно. Понятно, что в данном случае построение ветерин данных намного сложнее, потому что у нас нет какого-то структурного центрального слоя, и у нас нет даже, возможно, вот этого стейджингового слоя, который удаляет много какой-то ненужной информации. У нас есть вот прям копия вообще всех данных, какие есть. Поэтому это такая более широкая концепция. На самом деле проблемы там также решаются какими-то элементами классических хранилищ данных, там также есть слои данных и так далее. Следующая проблема, которая возникла, это стриминговая обработка данных, потоковая обработка данных. Дело в том, что для задач аналитики, опять же, в современных приложениях, нам часто, в общем, классические все вот эти «DVH» и «Data Lake», они подразумевают в основном именно батчем обработку данных. То есть классика как «DVH» — это ETL-процессы, которые запускаются, например, каждую ночь или раз в выходные. То есть данные в витринах появляются не сразу после того, как они появились в источниках, а через какое-то время. Вместе с тем, для, например, каких-то рекомендательных платформ нам данные нужны для того, чтобы сделать вывод прямо сейчас. Они появились, и нужно в реал-тайме как-то совместить их с данными из «DVH» и получить какой-то аналитический вывод. То есть, например, если какой-то пользователь что-то делает на сайте, и мы хотим ему что-то подсказать на основе анализа данных, то нам нужно анализировать в том числе его последние данные, а не только какие-то исторические, которые получены батчем обработкой. Поэтому в 2013 году выходит «Лямбда-архитектура». Она предложена инженером из Twitter, и она заключается в том, что классический для «DVH» батч-режим дополняется также реал-таймовой обработкой. Ну и опять же, быстро стало понятно, что это довольно сложная, непростая архитектура, поскольку вот эти два потока, реал-таймовый и батчевый, они, вероятно, написаны какими-то разными инструментами, и их нужно синхронизировать. Поэтому уже через год исследователь, инженер из LinkedIn, окажется, предлагает кап-архитектуру, которая заключается в том, что, опять же, «Лямбда-архитектура» прощается, и остается только реал-таймовая обработка, только стриминговая обработка. Ну и чтобы не обижать остальные буквы греческого алфавита, вот есть совсем новая концепция, которая называется «Дельта-архитектура». Насколько я понимаю, это уже некоторая, ну это уже проприетарная история компании «Датабрикс», и это такая некоторая модификация «Даталейка», которая активно использует новые возможности «Спарка», совсем свежие. В общем, тоже такая интересная штука. Окей. Ну и, в общем-то, на самом деле на этом все. На этом слайде я привел как раз худшую историю о том, как ДВХ реализуется в разных компаниях. Ну, такой материал на закрепление, в общем, на самом деле можно увидеть. Опять же, что как раз такие краткоровые классические архитектуры, они прям совсем в чистом виде, наверное, мало где применяются, все делают какие-то свои кастомные истории, пытаются учесть особенности своих данных, особенность, потому что потребителей очень много, и это не только аналитики, это еще и люди, кто занимается машинным обучением и так далее. На самом деле этот список можно еще продолжить. Я вот здесь привел только отечественные компании, чтобы доклады были на русском языке, чтобы было чуть попроще. Ну, на самом деле, если вбить в поисковик название любой крупной компании и слово ДВХ, то вот, скорее всего, будет какая-то информация, какой-то доклад с профильной конференции, какая-нибудь статья, запись в блокпосте и так далее. Все это можно довольно интересно изучать. Будет здорово, если когда-нибудь такая штука появится и по запросу CRT ДВХ. И на этом у меня все. Спасибо за внимание.